Обожаю готовить! Люблю животных! Покупаем вкусняшки! Вот так пазл! Играем с буквами! Ссылки на игру под видео! Качай и играй! Смотрите новые серии эксклюзивно на Иве! Припи! Бода! 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 Тихо все! Бодоборода! Письмо от мамы Ой, что? Пожар? Землетрясение? Цунами? Тебе посылка, Бода. Какой ужас, какой ужас. Бода, не бойся. Наверное, кто-то прислал тебе подарок. Хм. А это еще что такое? Это письмо. Может, в нем написано, как открыть посылку? Читай скорей. Ха! Что это за закорючки? Почерк неразборчивый. Давай я помогу прочитать. Да, помоги. Здравствуй, дорогой Бода-сын. Ой, так это же от мамы, мамулечки, малю-пулюлечки. Мы так давно не виделись, что я решила взять быка за рога и отправить тебе посылку. Хе-хе-хе-хе. Ух ты! Мама мне целого быка прислала. Ура! Нет, Бода, мама не посылала тебе быка. Взять быка за рога, значит, решительно браться за дело. Это называется образное выражение. Да? Конечно, моя мама не станет обижать животных. Читаю, Дальше. Хотя я верчусь, как белка в колесе. Мама, колесе, не морочьте мне бороду. Это опять образное выражение. Так говорят, когда у кого-то очень много дел. И чтобы успеть, приходится их сделать очень-очень быстро. А-а-а. Тогда ладно. Читай дальше. Хорошо ли ты кушаешь, Бодочка? Страшно подумать, как ты отощал без маминых пирогов. Эх. Ну, не буду делать из мухи слона. Муха-слон. Да он же ее раздавит. Да нет же. Делать из мухи слона значит преувеличивать. А, вот это я понимаю. А то зоопарк какой-то. Отправляю тебе кое-что подкрепиться. Кажется, в посылке что-то съедобное. Эх. Понятно. Чтобы посылка открылась, ее надо съесть. Отгадай, что в посылке, она и откроется. Подсказка, пальчики облизишь. Может, там что-то сладкое? Клянусь бородой, это варенье. Ура! Ура! Приятного аппетита, Бода. Спасибо, дети. Аппетит у меня всегда приятный. Фото из Парижа Ух ты, Париж! О, вот так давай. Привет, Бода-борода! А что ты делаешь? Привет, дети! Фотографируюсь. Я мамулечки. Смотрите и учитесь, как делать фотографии из Парижа. Хе-хе. Ты что снимаешь? Меня снимать нужно, а не антенну какую-то. Это не антенна, а Эйфелева башня. Ее построил инженер Гюстав Эйфель для Парижской всемирной выставки 1889 года. Через 20 лет башни должны были снести. Но посмотреть на нее приезжало столько людей, что ее решили оставить. Все приезжали, а я нет. Немедленно идем к башне фотографироваться. Ну и громадина. Даже в фотоаппарат не вылезай. В башне 324 метра. А весит она 10 тысяч тонн. Но для ее размеров это очень мало. Бода! Не надо пилить башню! Лучше отойти немного. Так-то лучше. Что такое? Посмотреть на Эйфелеву башню приезжает 7 миллионов туристов в год. Это в 3,5 раза больше, чем живет людей во всем Париже. А ну все разойдитесь! Я для мамочки фотографируюсь! Давай! Вот так! И вот так! И теперь вот так! И вот так! И еще вот так! Вот так! Опасно это дело в Париже фотографироваться. Учитесь, пока я живу! А еще можно фотографироваться на самой башне. Бонжур! Пардоль, мама! Я в лифте! Не могу говорить! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Смотрите, какой домик смешной! Бода! Это не домик, а собор Нотр-Дам. А это Лувр! А это центр Помпидо. Один из самых известных музеев современного искусства. И церковь Сакрыкер. Дети, не отвлекайтесь! Высотища-то какая! С 1889 по 1930 год Эфелева башня была самым высоким сооружением на Земле. Раз вы такие умные, вот вам задачка. Все эти строения были когда-то самыми высокими в мире. Ну-ка, расставьте их по порядку. Раньше всех появилась пирамида Хеопса. Потом Кельмский собор в Германии. Затем монумент Джорджу Вайшингтона. Эфелева башня. А небоскрёв в Дубае построили совсем недавно. Он в два с половиной раза выше Эйфелевой башни. Все, дети. Теперь вы знаете, как фотографироваться с самыми высокими строениями мира. А я иду фотографии мамулечки отправлять. Пока, Бода. Аревуар, дети. Это же от Бодочки моего. Эфелева башня. Ноттердам. Какие чудесные фотографии. Будто сама в Париже побывала. И теперь вот так. И вот так, вот так. И ещё вот так, вот так, вот так. И ещё вот так. И вот так. И вот так. Мемуары Бода Это буквочка М, знакомая И букву О тоже знаю А эту вот не встречал Ну и ладно, обойдемся Привет, Бода Здрасте, здрасте Бода, а что мы будем сегодня делать? Как это что? Я вас сегодня научу писать вспоминалки Ты имеешь ввиду мемуары? Вспоминалки, миамуры, мирумары Это все одно и то же Мемуары Да-да, поехали Мемуары Бода Когда он, я, был совсем карапузный карапуз То жил в сельской местности с названием деревня Да, а вокруг были паса, леля То есть это поля, леса и речка Холодная И там, на холме, рядом с речкой стоял мой дом Это что такое? У меня совсем другой дом Где крыльцо, где окошки Кто хулиганит? Бода, ты перепутал буквы Да? А как надо? Ты написал том, а надо дом И ничего я не перепутал Эта буква сломалась А рядом с домом был большой вишневый сад Эй, у нас не такой сад был Это кто здесь все перепутал? Это снова буква не та Правильно написать не сад, а сад Так-то лучше Это кто там ягоды без спроса немытые ест? Ой, кто это? Мама Бодочка Ах, как бородка твоя исхудала Наверное, сам давно не ел И морфиков не кормил Да, дети Когда я был карапуз Я жил с мамой Которая каждую неделю Пекла мне вкусный привкусный торт Мамочка, мамочка Три, два, один Приятного аппетита! Ой Не пропекся, похоже Бода, в слове опять ошибка Вот, получился торт Вам бы лишь бы ошибку найти А я расхлебывай Ну как, Бодочка Понравился тебе тортик Держи еще кусочек Спасибо, мамочка Ну что, интересные у меня мур-мур-муры? Да, Бода Интересные у тебя мемуары Так, осталось подписать Вот моя подпись Бода Ой, что-то у меня все болит Ой, и бок болит Ой, ой Помечаюсь я Ой, ой Ай Бода, ты написал Бобо А надо Бодо Дети, нельзя делать ошибки в словах А то может какая-нибудь ерунда произойти Мама мыла раму Привет, Бода Ой, а где он? Привет, Бода А где ты был? Привет, дети За хлебом ходил Вот, записку оставил Чего не ясно? Но здесь же ничего не написано А, да Со вчерашнего дня Буквы изучать перестаем Вместо этого будем рисовать Ой Видите? В записке указано Что я ушел за хлебом Хлеба нет Меня нет На бумаге тоже ничего нет Без слов и букв непонятно Да все понятно Смотрите Хочу я, например, написать Какая хорошая погода Беру и рисую Хочу рассказать Что идет дождь Рисую тучу С дождем Где тут Что непонятно Мне нравится Ну вот Просто и весело Никаких тебе Бе-бе-жи-жи-пи-жи Тогда напиши То есть нарисуй Мама мыла раму Хе Смотрите Вот так И вот так Раз-раз И вот так вот Бук Все Рыжочек И вот тут вот Бумс И все И мама мыла Раму Бода Это не мама Моя мама Красивая Ну вот тебе И волосы у мамы Темные Открасилась что ли Ну вот так Тогда А еще непонятно Что это за рама Но это просто Какой-то квадрат Самая рамская рама У рамы должна быть Толщина И еще ручки такие Вот и придира Сейчас мама Моет раму рукой А должна быть тряпочка Вот вам тряпочка Если есть тряпочка То должен быть И тазик с водой Да что ж вы Такие непонятливые Как-то моя мама Моет окно Летят брызги Ну вот Вот так вот Нужна табуретка Чтобы вверху помыть А за окном Должны быть Деревья И домики Занавески запыл А еще нужны стены Чтобы окно Не висело в воздухе И еще обои Полосочку А внизу подоконник А под ним батарея А на полу коврик Цветы на окне Ну вот вам Мама мыла раму Это не мама мыла раму Это Годзилла Ломала дом какой-то Вы просто рисунки Читать не умеете Не умеете читать Пишите Сверху Мама мыла раму Ну Теперь понятно Теперь понятно А все почему Потому что я изобрел буквы Видите Видим И только я один Могу вас научить Как ими пользоваться Только чур завтра Все завтра Пока Бода Пока Смотрите новые серии И развивайтесь вместе с Иви Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok